Здравствуйте! В эфире программа «Семь минут». В ближайшее время в Рязанской области состоится открытый чемпионат по скалолазанию. О том, как он будет проходить и вообще о скалолазании, как о виде спорта, а может быть даже как об образе жизни, мы поговорим сегодня с Юрием Воиновым, руководителем клуба скалолазания «ЕКОН». Расскажите о предстоящем чемпионате. Каким он будет? У нас, как правило, весной традиционно проводятся соревнования по скалолазанию. Открытый чемпионат Рязанской области по скалолазанию. Раньше он проводился на базе легкоатлетического манежа «Юность». Но вот сейчас мы сменили место тренировок, место занятий. Мы сейчас тренируемся на новом скалодроме Рязанского учебного комбината, на базе которого размещается наш клуб «Скалолазание ГЕКОН». И там у нас открыт болдеринговый зал, построенный. И как раз в этом болдеринговом зале мы и организуем чемпионат области по скалолазанию. А когда будет проходить чемпионат? Чемпионат по скалолазанию у нас пройдет 13-14 апреля. А много команд приедет? Планируется достаточно много команд. Ну, по крайней мере, для нашего вида спорта. Это Москва, Коломна, Брянск. Возможно, еще... Ну, Рязань, естественно. Возможно, еще подъедут коллеги из других городов. Что касается наград, то за что будете бороться? Ну, вот в последнее время у нас намечается такая тенденция, что в основном наши иногородние коллеги забирают призы и увозят их к себе. Но в основном это москвичи, потому что скалолазание в Москве все-таки развито гораздо лучше, чем в Рязани. И ребята тут приезжают достаточно сильные. Поэтому наши рязанцы будут стараться составить им конкуренцию, но все-таки будут иметь в виду, что очень тяжело бороться с сильными спортсменами, которые хорошо лазают. Но, тем не менее, у нас для рязанцев заготовлены свои призы. Так что они тоже будут замотивированы в качестве борьбы. И я думаю, что хорошо покажут себя на этих соревнованиях. Скажите, а вообще куда вы ездите? Какие скалы покоряете? Ну, это, как сказать, покорение скалы – это такое громкое название. Просто мы лазим по скалам, скажем так. Ближайшая наша поездка состоится в Крым, в город Бахачасарай, где сейчас оборудовано достаточно много скалолазных дорожек, скалолазных маршрутов. Отличие их от альпинистских составляет в том, что скалолазный маршрут уже оборудован. То есть скала пробита точками страховки. И все, что нужно для того, чтобы по ней полезть – это минимальный комплект снаряжения. Страховочная веревка, страховочная система и страховочное устройство. А кто придумывает и выбирает маршруты? Это люди, которые совсем увеличены скалолазанием, подготовщики, так сказать, скалолазных маршрутов. В принципе, им может стать любой человек, которому очень интересны скалы, очень интересны скалолазания. А происходит это, ну, скажем так, на добровольных таких началах. Люди, ну, если человек видит достаточно интересный скальный какой-то массив, скалу, не оборудованную, и у него возникает желание по ней полезть, то, в принципе, нужно немного денег, чтобы приобрести комплект страховочного оборудования, оборудовать эту скалу, ну, там, пробить точки страховки сверху вниз или снизу вверх. Там есть несколько методов. Вот. И можно уже по ней лазить, по этой скале. Я слышала очень интересные названия маршрутов. А кто вот придумывает эти названия? И как вообще они формируются? Придумывает как раз постановщик. Тот не постановщик, а тот подготовщик маршрута. А придумывается это просто из настроения подготовщика все это складывается. Что, например, вот в данный момент при подготовке маршрута ему запомнилось больше всего. Либо его там что-то волновало, либо он посвящает этот маршрут кому-то. А приведите пример. Я лично подготовил там один маршрут в своей жизни. Несколько лет назад, когда проходил стажировку на инструктор скалолазания, он, я его назвал «Хороший денек». Маршрут-то он несложный для новичков. По-моему, категория сложность 5С или 5С+. Назван он и так из-за того, что именно в то время, когда мы готовились к фестивалю скалолазания в Гуамке и пробивали новые маршруты, была такая пасмурная погода. Нас всегда сопровождал дождь, сырость. И вот в этот самый хороший похожий денек как раз мне довелось пробивать мой первый маршрут. И таким образом я его и назвал «Хороший денек». Скалолазание – достаточно требовательный вид спорта. Что необходимо новичку для того, чтобы начать заниматься? Он требовательный в плане, может быть, такой физической формы. А в плане снаряжения – это абсолютно доступный вид спорта, такой демократичный, потому что затрат на приобретение личного снаряжения – ну, это нужно минимум. Нужно для занятий скалолазанием скаленная обувь, мешочек с магнезией. И, в принципе, все. Ну, и компания друзей, скажем так, да, чтобы было интересно заниматься, лазить и обмениваться какими-то впечатлениями своими. Если говорить о скалолазании на трудность, то есть по высоким скалам, там еще дополнительно нужна страховочная система, страховочное устройство и веревка. В принципе, все. То есть достаточно все доступно. Все это недорого. По поводу тренировок, то есть особенно они как-то проходят, отличаются вот от обычных тренировок спортсменов? Я знаю, что нужно там, чтобы пальчики отдыхали или, наоборот, как-то восстанавливались. Ну, конечно, да. Наш спорт накладывает определенную специфику на тренировок. И, ну, это и касается каждого спорта. Там, я не знаю, стрельба, она тренируется там, они тренируются по-своему, там, бегуны по-своему, но скалолазы, естественно, по-своему. Мы за неимением скал в городе тренируемся на скалодроме. Вот, как я уже сказал, на базе Рязанского учебного комбината есть болдринговый зал. Болдринг – это одна из разновидностей скалолазания. И в этом зале на скалодроме мы и проводим свои занятия. Он представляет из себя такой спортивный зал высотой где-то 4 метра, полностью покрытый специальными скалолазными зацепами. В нем создан некий такой рельеф, напоминающий скалу. И в этом зале мы имитируем скальные маршруты скалолазные и по ним лазим, тренируемся. Трудности там тоже можно подбирать под себя, под свой уровень. То есть можно придумать какой-то очень простой маршрут начального уровня для новичков, чтобы показать им основу скалолазания, объяснить технику, познакомиться с некоторыми новыми движениями, ну и вообще рассказать, приобщить, так сказать, их к этому спорту. А для продвинутых спортсменов, соответственно, мы можем придумать, да и они сами придумывают, уже такие сложные маршруты и стараются их пройти таким образом, ну тоже тренируясь, тренируя пальцы, тренируя технику. А самое сложное и самое страшное – это техника срывов или что-то другое? Ну, нет такого… Я бы не сказал, что это страшно, да. Ну, по-первых, страшно подниматься на большую высоту, ну и да. И, конечно, когда там настает такой момент, когда руки не держат, то страшновато срываться вниз. Но к этому всегда привыкаешь, ну, постоянно привыкаешь к этому. И через некоторое время не обращаешь уже внимания на то, что тебе страшно срываться. А поначалу, да, было страшно. Ну и всем новичкам страшно, конечно. Но страшно не значит опасно, это безопасно. Просто это нужно понять и своему мозгу так вот объяснить, что ничего страшного, надо сорваться при необходимости. Высоцкий пел, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. А к скалам это применимо? Да, в какой-то мере относится. Потому что всегда очень интересно попробовать что-то новое для себя, пройти какую-то новую категорию сложности, пролезть, ну, просто новый маршрут скалолазный и открыть какие-то новые движения, что-то новое. Спасибо за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok